И снова незаконные вырубки. Теперь у подножья самой высокой горы Украины, Гаверлы. Активисты, которые обнаружили очередную вырубку, были шокированы ее масштабами. По чьей вине с каждым годом лысеют Карпаты, выясняли наши корреспонденты. Трактор с грузом древесины Андрей Тодорев заснял, когда вместе с друзьями поднимался на Гаверлу. Решили отдохнуть на выходных в Карпатах, а вместо этого встретили агрессивно настроенных лесорубов. Туристы заподозрили, что лес рубят незаконно и зафиксировали место с помощью мобильной карты. Вот так сейчас выглядит из космоса подножье Гаверлы. Коричневые пятна, а это места вырубок. Но директор Карпатского биосферного заповедника уверяет, территория, указанная туристами, не природоохранная. А значит, не его зона ответственности. Как вырубают лес в Ясенях, мы увидели собственными глазами. Работают сотрудники местного лесхоза. Древесину переправляют запрещенным методом прямо через горную реку в период нереста рыбы, грубо нарушая экостандарты. Но дровосеков это не беспокоит. В главном офисе лесхоза тоже утверждают вырубки законны. Парадокс. Каждый год предприятие, которое должно охранять лес, заготавливает и продает около 100 тысяч кубометров древесины, оставляя облысевшие горные склоны. Лесничий утверждает, на просеках уже высадили молодой лес. Просто из космоса его еще не видно. Полиция отказалась проверять законность вырубок. Дескать, этим должны заниматься в экоинспекции. Но там, говорят, проверку проведут только после официального обращения. Независимые экологи считают, лесники, правоохранители и инспекторы это звенья одной коррупционной цепи. Эколог собирается обратиться к экспертам, чтобы те пересмотрели законность выдачи международного сертификата на заготовку древесины и ясенянскому лесничеству.